Производство лесных насаждений План лекции Основные правила лесоразведения Применение, удобрение и обработка почвы над лесным насаждением Гладкая обработка почвы и условия их применения Технология лесопосадки и пассивного производства Кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года Лесной Кодекс Республики Казахстан состоит из низких углов Основные положения Объекты и субъекты лесных правоотночений Государственное управление в области охраны, защиты, пользуясь над лесным фондом Воспроизводство лесов и лесоразведения Государственный контроль и надзор в области охраны, защиты и пользуясь над лесным фондом Воспроизводство лесов и лесоразведения Право лесообложения Право лесопользования Основы и организации лесного хозяйства Лисустройство Государственный учет лесного фонда Государственный лесной кадастр Государственный монитор彙леса Охрана и защита лесного фонда. Охрана и защита лесного фонда. Для чего нужны удобрения? В почве обычно имеются все необходимые растения, питательные элементы, но часто отдельных элементов не бывает, недостаточно для хорошего роста растений. На песчаных почвах растения нередко испытывают недостаток магния, на торфяных почвах молиблина, на черноземах марганцин и тому подобное. Удобрения – это пища растений, которой не хватает почвы, которая необходима, чтобы растения росли мощными и давали высокий урожай. Чем опаснее применение минеральных удобрений? В минеральных удобрениях очень много химических веществ, поэтому применять их надо очень осторожно, в очень маленьких количествах. Если применять неосторожно, то химические вещества могут накапливаться в земле, в воде, в растениях. В удобрениях делятся органические и минеральные. Органические удобрения – навоз, помет, торт, перегной. Минеральные – комплектные, простые микроудобрения. Простые удобрения – азотные, фосфорные, калинии. Органические удобрения содержат азот, фосфор, карий, кальций и другие элементы питания. Содержат органические вещества, которые улучшают структуру почвы. Выделяет углекислый газ, необходимый для фотосинтеза. Лохотворно влияет на водное и воздушное питание растений. Способствует растению развитию почвенных бактерий и микроорганизмов. Выделяет питательные вещества постепенно, без риска общаясь с растениями. Меньше загрязняет подземные воды. Ничего не стоит денежного выражения. Элементы питания и их роль в жизни растений. В примере, азот. Основный питательный элемент для всех растений. Без азота невозможно образование белков и многих витамин. Особенно витамин группы В. Недостатка азота сказывается, в первую очередь, на росте растений. Ослабляет рост боковых побегов. Листья, стебли и плоды имеют меньшие размеры. Вот здесь, поджелтевшие нижние листья у табака, признак недостатка азота. В виде фосфорных удобрений, суперфосфаты, пресипитаты, термофосфаты, фосфорные мука и другие. Суперфосфаты делятся простые и двойные. Обработка почвы, например. Основная задача механической обработки почвы, это для развития корней. Сложение почвы, микробиологические процессы круговоротных веществ против эрозии, против черняков и вредителей, перемещивания с удобрениями. Основная обработка почвы, под обработку почвы понимает воздействие на нее специальными машинами и орудиями труда. Обработкой можно взрыхлить пахотный слой и уплотить его, избавиться от черняков, заделать почву удобрения, денину, стирню, придать вверху определенное строение для борьбы с розой. И на что уничтожить почвы, зачатки болезней, вредителей, углубить пахотный слой, припахав в час пахотного, подготовить верхний слой для посева семян. Вот здесь, в приеме обработки почвы, культивация, рыхление, перемещивание, подрезание сорняков, выравнивание поверхностей. Шелевание. Дискретный прием почвозащитной обработки почвы на склонах крутизней 5-8 градусов, обеспечивающий глубокое прорезание почвы с целью улучшения водопроницаемости и аэрации, а также поглощения талых вод. Баранование. Прием обработки, при котором рыхлется, перемещивается и выравнивается поверхность почвы, частично уничтожается и подрезается под проростки сорняков. Баранование может быть самостоятельным или проводиться одновременно с фаской. При операции обработки почвы, например, уплотнение для сохранения влаги. Технология лесопосадки и фасевного производства. Наиболее эффективным методом создания лесных культур посадка, который в общем объеме создаваемых культур составляет более 80%. Посадочный материал для лесокультурного производства и озеленительных целей приращивают в лесных питомниках. Виды из питомников. Земельный участок, на котором ведется специальное хозяйство по выращиванию посадочного материала, древесных, кустарных и пород, называют питомниками. По целевому назначению питомник подразделяется на лесные, декоративные и плодово-ягодные. В лесных питомниках выращивают посадочный материал для лесокультурной селии, а декоративных для зеленения городов и других объектов. Плодовым ягодным для закладки плодовых садов и ягодников. По проложительности действия различают временные и постоянные питомники. Временные лесные питомники закладывают до 5 лет. Селью выращивания посадочного материала для облесения расположенных в непосредственной близости лесокультурной площади. Площадь таких питомников до 1 гектара. Постоянные лесные питомники организуют на период более 5 лет. Для ежегодного выращивания посадочного материала по размерам их подразделяют на мелкие до 5 гектаров, в средние 5-15 гектаров, крупные более 15 гектаров. Постоянные лесные питомники площадью 25 гектаров и более называются базисными. Они обеспечивают посадочным материалом несколько хозяйств. В них применяют передовые технические агропертики, технологии выращивания посадочного материала на основе комплектной механизации производственных процессов и широкую использованию средств химии, например, минеральных удоверений, грибцей и другие. Целью интенсификации питомнического хозяйства создают крупные питомнические комплексы с площадью до 500 гектаров, где хозяйство ведется на индустриальной основе, обеспечивается высококлассированная инженерная руководство, максимальная механизация процесса, а также оптимизация операций. Выделяются круговые подполовые лесные питомники. Круговые питомники имеют площадь в виде иллипса или круга, в центре которого и по краям сохраняется естественное насаждение. В этом случае имеется возможность выращивать посадочный материал в условиях более близких к лесной среде и избегать трудоемых работ по отменению посевов. Подполог питомники организуют для выращивания посадочного материала с улучшенной наследственностью или редких и слабо плотнонанесящих видов, у которого заготовка семян с росыщих деревьев затруднена. В этом случае подпологом взрослого разрешенного насаждения, где удаление минусовых деревьев и деревьев на желатных порог, проводят обработку почв, затем уходы за всходами, появившимися в результате естественного налета семян. Для выращивания высококачественного посадочного материала с закрытой и открытой корневой системой улучшения наследственностью организуют типичные питомничные комплексы. Обеспечивание таких комплексов генетически улучшенными семенами осуществляется за счет создания постоянной лесосеменной базы на генетическо-серкционной основе, расположенной на территории этого хозяйства. Спасибо за внимание. Продолжение следует...